Магадан Специалисты из школы управления Сколково посетили место будущего солнечного Магадана. Одна из целей такого проекта – создание всесезонного спортивно-туристического комплекса. В нём можно будет круглосуточно заниматься спортом и отдыхать. Команды из Магадана совместно со специалистами из Сколково проект разрабатывали более полутора лет. Золото, море, снег – три единства, которые может вывести Магадан на новый уровень, отмечают эксперты. Место само по себе уникальное. Рядом с городом, рядом с инфраструктурой – это и аэропорт, это и морской порт с возможностью захода лайнеров. Но для того, чтобы это зажило полноценной жизнью, мне кажется, мало только энтузиазма и жителей, которые, конечно же, здесь с удовольствием будут кататься. В солнечном Магадане нужно провести что-то массовое, отметил Алексей Яцина. Например, чемпионат мира. Это привлечет внимание людей и подогреет интерес, чтобы приехать именно сюда и провести досуг. Огромный Тихоокеанский регион. Корейцы, японцы, китайцы, у которых сезон горнолыжный начинается в декабре и заканчивается в январе. В декабре и заканчивается. А здесь он начинается в октябре, заканчивается в мае. Но это гигантская возможность для любителей горнолыжного спорта. После посещения места для будущего солнечного Магадана специалисты организовали пресс-конференцию. Они отмечают, что главная цель проекта – возбудить у людей интерес к родному городу. Реализует солнечный Магадан в рамках программы «100 крупнейших городов». Ее задача – благоустройство общественных пространств, создание открытых и закрытых территорий для досуга и работы молодежи, реконструкция или создание объектов социальной инфраструктуры. И сделать так, чтобы и нашим детям осталось хорошее задел на будущее – вот в этом, собственно, была задача программы. И эта задача, в свою очередь, не решается, если каждый город, в том числе и Магадан, не найдет своего места в глобальном мире. Чем более востребованный продукт создает город, тем больше у него перспектив. А значит, больше людей будут приезжать и оставаться. Они внесут свой вклад в развитие города. Не надо говорить про удержать население, схватить его и никуда не отпустить. Нет. Надо сделать такие условия, чтобы на глобальном рынке Магадан стал привлекательной территорией для тех, кто хочет заниматься горнолыжным спортом. Почти круглый год, 9 месяцев в году. Команда Магадана провела комплексный анализ всех городских отраслей, выявила плюсы и минусы точки роста. На этой основе определена стратегическая ставка перспективного развития территории до 2030 года. Елизавета Сипаилова, Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана.